Витископ А Мэдисон очень хороша Просто великолепный, как для сегодняшнего дня Сплав юности, мощи И эта агрессия еще юношеская Совсем не выветрилась Она готова прогрессировать Она готова бороться со всеми на равных Она, конечно, с сиреной не показала свои лучшие игры Очень много ошибалась Но это уже следствие неостатка опыта И в любом случае даже полуфинал для нее высота Сейчас самое главное, чтобы она на этом не остановилась Потому что у нас есть яркий пример Слоан Стивенс Которая тоже дошла до полуфинала И обыграла, собственно, попутно еще и сирену И остановила тогда Азаренко И после этого Слоан как бы считалось Что да, она должна что-нибудь показать на турнире Большого Шлема Но не более того Ты взглядывал кілька прізвищ, на которых бы хотелось бы запомниться трошки детальнейше Ну, в первую очередь я хотел бы порівняти, можливо, Киз так и Свитолину Чи можливо их порівнювати? В принципе, обидві достатньо молоді Обидві попали під танк, как ты кажешь И, в принципе, обидві можут еще прогрессувати дальше Конечно, вони можуть і вони можуть прогрессувати, бо що вони до 20 років Всього нечого, тільки починається теннисна карьера Сравнівати? Да нет, у них немного разная манера игры Лина, конечно, тоже демонстрирует, проповедує, точнее, этот мощный теннис Задней линии Но вот она в этом году начала улучшать также другие компоненты Она чаще выходит к сетке Она уже там разные виды ударов пробует Хотя раньше для нее это было стабильно, план на игру Только я перебью кого-нибудь с задней линии Вот так У нее очень хороший бэкхенд сейчас Очень вот над чем, над чем тренер над этим компонентом поработал очень хорошо У Киз всегда есть подача У Свитолиной подачи, ну она мощная, но она не такая точная, не такая поставленная Вот, в этом плане Киз, конечно, у нее выиграет Поэтому Киз была в полуфинале, а Елина вылетела гораздо раньше Ну и Сирена ей встретилась гораздо раньше, будем откровенны Вот тут ключевое питание, там оно, как бы, до спорта мает достаточно таки опосредкованное отношение Оскільки в спорте, как бы, цей вот сполучник, как бы, он не витается, так, но, как бы, Елина не зустрела сирену так рано Ну тогда мы бы могли поговорить, действительно спорт не терпится слагательных наклонений, поэтому Я не могу сказать, что Елина, там, допустим, если бы она пересеклась, например, даже с Карлиной Плешковой, ну, что бы Ну это была бы интересная дуэль молодых теннисисток, ну непонятно, кто бы победил, потому что у обеих еще не хватает стабильности Здесь все зависит еще от случая, от настроения, все такое Походу, ты сгадал, Виктория Озаренко, так, про нею хотелось бы поговорить больше, как про колишню переможницу в Австралии Open, как про топовую теннисистку, которая втратила попередний сезон, как бы, и как про теннисистку, на которую букмекеры давали достаточно высокий коэффициент, ну, фактично, после явных фаворитов она была наступной Знаете, здесь причина высоких коэффициентов в том, что традиционно Озаренко играет очень хорошо в Австралии, она может провалить там часть сезона, но в итоге все равно приедет и будет там претендовать, возможно, даже на титул Тем более она играла в Австралии в финалах, буквально последние годы, регулярный участник и двукратный чемпион, кроме того, чемпионы всегда котируются От нее ожидать чего-то сверх, ну, если судить по ее результатам последним, вообще не стоило Она проиграла вот на подготовительном турнире к Австралии, проиграла, в общем-то, в типичном для нее ключе последних месяцев, когда она сломается, ломается, прежде всего, психологически Она делает все то же самое, когда она была первой ракеткой мира, абсолютно повторяет все эти движения, и это просто у нее не получается Мяс летит абсолютно не туда, куда ее хотелось бы И вот своих соперниц, Возняцкий, Стивенс, она прошла, прежде всего, за счет своего характера На морально-волевых? Вот, да-да-да, абсолютно верно И эти морально-волевые помогли ей дойти довольно высоко по сетке, но потом случилось Цибулкова И вот у Цибулковой эта страсть к победе была гораздо выше, и она физически более выносливая оказалась, чем у Азаренко Азаренко было очень мало игровой практики, и это сказалось в итоге Ну, то-бто, фактично, то, что она дошла до четвертьфинала, это как бы ее стель на данный момент Это даже выше, чем ее потолок Это гораздо больше, чем я лично от нее ожидал, например Потому что та же Стивенс могла ее загонять легко Другое дело, что Стивенс сейчас играет не в теннис, а в какую-то свою игру Вот, Возняцкий потом, ну, здесь уже сыграла свое решающее слово физическая мощь Азаренко Там, Каролин может сколько угодно комбинировать, но она ни за что ее не перебьет И, притом, Вика очень много ошибалась в этом матче Это нужно учитывать И, ну, просто эти ошибки и тогда не аукнулись Потом, позже, они уже свое слово все-таки сказали Ну, а то, чего она достигла в Мельбурне, это очень круто для нее Думаю, это будет хороший такой моральный стимул Не останавливаться продолжать, потому что в прошлом году такое впечатление, что она не хотела иногда даже выходить на корт Потому что заранее знала, что она будет там страдать Ну, поэтому мы ее редко видели Теперь хотелось бы пару слов про финал почути, жіночий, так? Власно, ну, он был надзвичайно предбаченным, так? Так, к сожалению, последние, сколько уже, 14 лет, это все очень предсказуемо Последний раз обиграла Шарапова Уильямс в финале Мэмбулдона, когда еще было 17 лет И после этого прошло все под откос У нее после этого был, по-моему, полуфинал Australian Open Последний матч, в котором у Шараповой был матчбол в матче против Сирены Больше этого не было И сейчас Шарапова, я не боюсь ошибиться, если скажу, что Шарапова выходит с готовностью проиграть Она, конечно, будет стараться, но я не вижу причин, по которым она может сейчас обиграть Сирену Если только последняя не будет в очень плохой форме Ну, а в очень плохой форме она до финала не дойдет А раньше они вряд ли встретятся, потому что сейчас они объективно две сильнейшие теннисистки мира Не отзвездены по поездных кинцях ситка Ну, в Сирене есть такая особенность, на турнире большого шлема она способна вылететь от какого-нибудь ноунейма французского Типа Вирджини Розан, которая больше ничего не добьется на этом турнире, но Сирену она выбита стабильно Тобто, фактически, вот этот Australian Open в женачьем теннисе, как бы, констатував, даже так, нынешний стан справ Есть Сирена Вильямс, есть Мария Шарапова, которая отстает от нее на голову и решта теннисисток, которые еще на голову отстают от Шараповой Получается так, в прошлом году как-то эта граница была не столь заметна, потому что Сирена Халеб, например, очень здорово выступала Она и Шараповой дала бой в финале Роланга Ростом, три часа просто изводили друг друга девочки Сейчас Халеб ничего не может показать, ну, точнее, она пытается, но у нее, опять-таки, не получается Стабильность куда-то пропала Кто еще может претендовать на Лазаренко еще не готова? Возняцкий сделал совершенно определенный скачок, но, как пишут многие иностранные обозреватели, Каролин во всем хорошо, но у нее есть всегда свой предел Агнешка Радваньска, ну, тоже человек, играет просто феноменальный теннис, ее большой поклонник сам даже, но она никогда не перебьет соперницу, которая будет ей посылать сильный мячик один за другим Больше там, ну, это Жени Бушар тоже из молодого поколения, как Светолин, как Киз, она способна прогрессировать, остается только дождаться, насколько далеко она пойдет Она и так уже высоко, снимаем место в рейтинге в 20 лет, это о-го-го Пока что она только подтверждает аванс, и теперь нужно еще будет оправдывать то, чего она достигла В прошлом году она сыграла в трех, ну, в двух полуфиналах и в одном финале на турнире Большого Шлема Ей бы этот успех теперь развить на более мелких турнирах, потому что этого, к сожалению, у нее нет Там есть один титул, но это такое Ну, так-то, по ходу И вообще топ-10 сейчас выглядит на редкость как-то слабо, потому что, например, Анжелик Кербер очень психологически неустойчива Анна Иванович может выдать феноменальный матч и выбить сирену, а может провалиться абсолютно, как она сделает в Австралии Ждем, пока будут молодежь больше подтягивать А еще Петра Квитова, конечно, вот кто мог бы разбавить Шарапова и Уильямс, но ей тоже чего-то постоянно не хватает То есть, фактически, прогнозы на сезон, они такие достаточно одноманитные, так? Ну, если, конечно, там не случится каких-то травм, каких-то не очень приятных Если брать сезон в целом, а не турниры в частности, потому что, опять-таки, Большой Шлем – это Большой Шлем, там все возможно То я думаю, да, особых конкурентов у Сирены и Шараповой не будет Пока что все говорится в эту пользу У Шараповой там еще помимо Уильямс есть тоже такой пунктик, который он как-то не добьется Это наконец-то победить в Майами Вот, там тоже будет интрига определенная Вот, а в остальном, ну да, кто займет место в пятерке, вот, собственно, все, чего мы можем ожидать Давай, про человеков поговорим, так? Там, ну, как на меня, то все-таки трошки интереснее было, трошки больше интриги И трошки, так вот, самая поява Мари в финале, вона, ну, меня удивило, не знаю, кого Многих удивило Тем более, поскольку он огласил сотрудничать с Амелем Росмоу Все говорят, как же, как же, женщина-тренер, мужчина, да боже мой, а что же произойдет? И когда он вышел в финал, вот я не помню, то ли он, то ли сама Амелия сказала Давайте наконец-то поговорим о теннисе, а не о том, что мы сотрудничаем с ним Ну вот я, как я вижу ситуацию себе Все сейчас популярно привлекать известных в прошлом теннисистов Вот, собственно, Мари первопроходцем был, когда пригласил Ивана Лендла Но чему может этот бывший теннисист научить его, уже состоявшегося игрока на сегодняшний день? Он может ему только привить определенные психологические качества Он может его заставить там, ну вот как в случае с Федерером Он себе пригласил опытного сеточника и начал чаще играть в сетке Да, хорошо, этот компонент он может улучшить Но научить, переучить его играть в теннис Ни за что не сможет, так сказала Мартина Навратилова, когда ее Радваньска назначила Я не могу ее переучить, не могу ее заставить бить сильнее по мячу Пусть она играет в свой теннис И вот как личность сформирования, как теннисная личность Возможно, Моросмо сейчас помогла Марою в этом плане Потому что он чувствует уверенность в себе как-то Это то, чего ему не хватало при Лендле Только при Лендле он смог выиграть свои два ТБШ И все Сейчас вот он дошел до финала, когда этого никто не ожидал При этом показал действительно феноменальную игру Вот настолько цепкого игрока на задней линии в этом году не было абсолютно Джокович там по-своему хорош Но именно так, как играл Марой, не играл никто Даже Надаль этого не мог показать Но Надаль там свои причины есть еще Про причины Надаль, так? Ему сделали операцию по удалению аппендицита еще осенью Или в начале зимы Ну и объективно он подходил неподготовленному к турниру Поэтому то, что он забрался вообще так высоко Это большой плюс ему А Бердых он просто разделал подарях Потому что Бердых как раз был в отличной форме И почему он проиграл потом Марой, это тоже необъяснимо абсолютно Но, с другой стороны, соответственно, надальше Так по ходу, от турнира до турнира Можен ждать этого прогресса Да, конечно Ему теннис не на бритче Да нет, абсолютно ему сколько там Еще 28 лет Или 27 даже И он играет, играет, играет У него есть цель Не конкретно обойти Федерера По количеству выигранных турниров большого шлема По количеству мастерсов он уже давно в лидерах Ну вот у него еще есть цель Тем более всегда есть цель вернуться на первую строчку И тоже там конкурирует с ним С тем же Джоковичем Ну и что думаю с того поводу Федерера Для него так уж как бы Початок сезона, скажем так, не дуже Федерер очень плохо играл Это единственное объяснение И у провала Потому что он плохо играл в Брисбене У него получилось сломить Раунича в финале в итоге А то, что он демонстрировал в Мельбурне Это, конечно, ни в какие ворота не лезет Он два матча подряд мучился с итальянцами Которые из себя ничего особенного не представляют Ну да мучился У него очень плохой удар справа был Просто он срывал абсолютно все мячи И в чем ты бачишь причина того, что Федерера совсем не Федерер? Ну давайте начнем с того, что ему уже 34 в этом году стухнет И всю жизнь скакать козликом по корту он не сможет Он уже уступает скорости, он уступает выносливости Даже условно сказать, если бы он дошел до финала И там сразился бы с Джоковичем Ну это была бы игра в одни ворота Он уже не тот, потому что возраст берет свое Ну он, что я думаю, покажет себя, конечно Находиться в таком возрасте на столь высоком месте в рейтинге А, собственно, они с Джоковичем сейчас лидируют очень уверенно Про наших поговорим трошки, так В принципе, основную сетку пробилося три украинцы Но далеко им зайти не судилось У каждого были там свои причины, так Певно так, если говорить про Марченко Для него это уже достаточно великий успех Основная сетка, так Так, если говорить про Долгополова Там была травма, так И если говорить про Стаховского Судя из всего, что серьезный соперник попался ему занадто рано Ну, когда занимаешь низкую позицию в рейтинге То априори не можешь рассчитывать на то, что тебе придется какой-нибудь удобный соперник Вот ему попался в первом раунде Он его прошел Потом у него был Феррер И то против Феррера фрагментами Очень хорошую игру Сергей демонстрировал Другое дело, что попробуй еще Феррера перебей Потому что тоже тащит практически все Вот, ну, надо сказать Он Давида очень хорошо потрепал И в итоге это сказалось, я думаю, все-таки на его форме в дальнейшем Вот, ну, выиграть у него сеты тоже большой успех Вот, а по поводу остальных Марченко явно прыгнул там выше головы Когда даже до двух тайбрейков дотянул с Рауничем Такая стабильность на протяжении двух сетов Ого-го, надо еще попытаться так бороться Тем более, что Милош сейчас по определению Является лучшим из подрастающего поколения Там можно сколько угодно хвалить Димитрова Но он просто психопат по своей натуре Поэтому вряд ли когда-нибудь добьется таких высот, как даже добьется Раунич Остается просто ждать, когда Милош На очередную ступеньку переступит в своей карьере Ну, то, что Марченко остановил, там ничего удивительного нет А Долгополов откровенно признал, что он даже до последнего сомневался, что будет участвовать Ну, вот он поучаствовал, ну, олимпийский принцип Насколько это может плынуть на подальше сезона Долгополова, когда вот эта травма и то, что он так не вдало почав Вот он говорит, что ему тренер прямо говорил, если ты будешь играть, сейчас вот у тебя надрыв крестообразной связки, тебе нужно отдохнуть два месяца Если сейчас полезешь в бой, то можешь вылететь на полгода все А полгода для теннисиста, потом еще восстановление, я считаю, что он только в следующий год вернется Да, 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 вот Дель Поттера в прошлом феврале прооперировали, он только в январе вернулся на Корт И вернулся далеко не в лучших своих кондициях Ну, хотелось бы верить, что он себе не испортит этим участием сезон Вот в последнем интервью сказал, что планирует, да, все ближайшие крупные старты Индиан Уэллс в Майами посетить Теперь подготовительные турниры тоже он обязательно посетит Ну, каким он там будет, никто не знает Зараз достаточно велика перерва перед наступным великим шлом, так? На что важно обратить внимание в этот период, чего ждать тем, кто интересуется теннисом? Стоит ждать напряженной борьбы между топами в Индиан Уэллсе и потом в Майами В Индиан Уэллсе очень многое нужно защищать Федереру Он фактически будет отставить свое чемпионство там И ждать прогресса на Даля, ждать чего покажет Бердых в конце концов Потому что Томаш из всех, кто участвовал на Australian Open, он реально показал новый уровень Ну, качественно лучший уровень, потому что Джокович был просто сам собой, он делал там свое дело А вот Бердых действительно показывал просто феноменальную пару игру Конечно, там можно сказать, что у него были изначально соперники не очень сильные Но потом он убрал на Даля просто Он очень уверенно начинал матч с Мареем И только там непонятное озарение Энди спасло его в какой-то момент Даже 6-0 выиграть второй сет после того, как больше часа рубились в первом И там 7-6 проиграть его на тайбрейке, это очень много вас стоит Но Марея там очень грамотную психологическую игру вел Потому что он постоянно спорил с судьями В команде Бердыха, кроме того, бывший спарринг-партнер Марея присутствует И вот он тоже постоянно с ним общался, что-то кому-то доказывал И потом набросился на Бердыха, когда якобы услышал, что тот ему что-то сказал Хотя, по словам Бердыха, он сам просто с собой разговаривал Это очень грамотно было Когда Бердых научится быть настолько психологически стойким, как Марея То, возможно, он добьется чего-нибудь большего Ну, грамотно было трошки так не по-человечему Ну, спорт – это не всегда честная игра Нужно делать все, что угодно для своей победы Возможно, этому Моросмо и учит Марея сейчас Ну, подчаса Моросмо, она была даже больше человеком на корте, здаётся, Они же Марея, мы не так сдаёте Ну, среди женщин, возможно, да, так оно и считается Ну, каждый добивается своими методами У Марея вот они такие сейчас Он добился успеха, добился, не можем его там упрекать Потом он ещё неплохо боролся с Джоковичем, тоже очень достойно был Так, теннис забывается, результат лишается Конечно Да, например, кто сейчас вспомнит, что происходило, когда Любич еще играл с Надалем и Диан Уэлси По-моему, это у них было очень давно Когда Любичич просто изводился, потому что его очень сильно напрягало то, как дали очень долго готовит подачу Она даже там целый ритуал И вот… Таня Бугуновна Да, и вот Катя Макарова, которая играла с Шарапой в полуфинале Она очень долго рассказывала Вот, Мария действует непрофессионально, потому что она очень долго подбрасывает мяч, долго готовится Потом у нее, если вдруг подрос, не получается, она перебрасывает Это все занимает очень много времени Она, по-моему, 13 раз превысила лимит времени на исполнение подачи Там 20 секунд дается, ну, 25-30 секунд И вот она говорит, это мы уже довольно зрелые профессионалы, чтобы подбрасывать с первого раза Я думаю, тут как раз момент тот, когда действительно Шарапова настолько крутой профессионал, что она понимает, как вывести соперницу из равновесия Поэтому она подбрасывает три раза, если ей это потребуется Витископ. Спортивное видео